Нынешний подъем, осенний подъем заболеваемости, новая коронавирусная инфекция, он был прогнозируемый. Но вот в сравнении с предыдущим годом он идет более интенсивный. Казалось бы, куда еще хуже, если вспомнить сценарий прошлого года. Осень 2020-го тоже началась со вспышки коронавируса. С середины сентября и до конца октября примерно 6 недель COVID-19 испытывал систему здравоохранения на прочность. Сегодня в Роспотребнадзоре отмечают помимо коронавируса рост риновирусов и парагриппов, которые в миксе осложняют течение болезни. Мы вынуждены теперь обратно разворачивать ковидные госпитали. Сегодня более 4 тысяч коек уже развернуты. Хотелось бы отметить особенности третьей волны и, видимо, четвертой волны. Это доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов достаточно высокая. Увы, за этим тянутся и показатели летальности. Смертность выше, нежели чем в осенью прошлого года. За сутки скорая помощь в Барнауле принимает по 1200 вызовов. В крае по 1500. Пока скорая вывозит. Во многом и потому, что медики, являясь в первую очередь людьми, а не роботами, сами стали болеть меньше. Среди них мощная иммунная прослойка благодаря вакцинации. Чего не скажешь в целом по краю. На сегодняшний день привилось 650 тысяч жителей региона. Это порядка 55% населения. И эти цифры не способны остановить инфекцию. Дмитрий Попов подчеркнул, среди 85 субъектов мы находимся на 50-м месте по темпам вакцинации. Мы не достигли пороговых значений в популяционных, которые бы позволили нам снизить заболеваемость. Пороговый низкий, самые пределы 60%. А мы его сегодня даже не достигли. Вообще задача стоит нам в 80% у населения иметь иммунитет от коронавирусной инфекции. Виноват ли в этом кто-то? Хороший и сложный вопрос. Потому что вакцинация – это зона ответственности каждого отдельного человека. И повесить эту ответственность на Минздрав было бы не очень справедливо. Если рост заболеваемости коронавирусом будет держаться на таких же высоких показателях, в регионе будут вынуждены вновь приостановить плановую медицинскую помощь. Этот и другие вопросы, касаемые инфекции и ковидных ограничений, в ближайшее время обсудят на заседании оперативного штаба. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.